Играй и выигрывай на сайте водки.ру Тут ежедневная бесплатная раздача голды 5000 разыгрывается Также ты можешь выиграть премиум танк 8 уровня и много золота из кейса Если заинтересовало, переходи по ссылке в описании и используй промокод Итак, всем привет ребята, с вами Маракаси Вот победитель в прошлом видео, он получает свой главный приз в виде голды Если ты тоже хочешь выиграть, то тогда ставь лайк под этим видео В комментарии укажи ссылку на свой профиль вконтакте Не забудь конечно же подписаться на канал Здравствуйте друзья, с вами Маракаси Итак, еще один премиум танк Wargaming представил на супертест И как всегда ТТХ нам следы и можно посмотреть что же это за прем Просто какая-то нереальная сейчас дичь происходит То есть прем за прем выходит, я не успел видео пилить ВГ меня просто, так скажем, догоняет по количеству контента Просто радует всех, так скажем, своими супер имбами и не очень имбами Но премов хватает действительно, я даже не ожидал Что это вдруг, такой премопад какой-то Ну да ладно, хватит лирики Давайте посмотрим, что же это за танк Называется он М41Д И наверное внимательные игроки, знающие игроки Сразу же, ну ассоциацию поймали о том, что Неужели это копия танка Бульдога Ну, всем известного американского танка И на самом деле действительно это так Это китайская версия Бульдога То есть его, так скажем, вариация только китайская Как всегда разработчики нам, в общем-то, дают возможность выбрать Среди 10 там разных похожих танков Ну что же есть хорошего в этом танке Давайте для начала посмотрим ТТХ Пробитие у него 175 Это танк 8 уровня, ЛТшка Не очень большое бронепробитие 210 на голде Ну, честно говоря, такое себе При этом стоит отметить, что тут два типа снарядов И оба подкалиберных Хорошо, что не Кумель Ну, Кумель, наверное, там был с пробитием 250 А честно говоря, у меня пробитие такое не радует С другой стороны, хотя бы альфа более-менее Но не очень-то и большая Всего 170 урон в минуту 2216 Да, высокий довольно-таки ДПМ Как для ЛТшки урон по модулям высокий Время перезарядки 4,6 Скоростреленность 13 Хорошая скорость полета снаряда 1... ой, 1... 1257 Точность стрельбы Приемлемая 0,34 Время сведения Ну, нормальная вполне даже 1,53 После выстрела Неплохая стабилизация Ну, в целом, тут нормальная стабилизация Весьма даже хорошая стабилизация Это радует Неплохие УВН Минус 10 Вверх 19 Скорость поворота башни 52 Скорость поворота ходовой 54 Тут все в полном порядке Вращается танк очень быстро Мощность 700 лошадиных сил Уделенная мощность двигателя 28 Скорость поворота ходовой 54 Максимальная скорость 74 Просто шокирующая Назад 22 Сопротивление ходовой Ну, неплохое, в принципе, вращение на месте Конечно же, есть Прочность у танка очень небольшая 1050 Прочность модулей В целом, ну, не особо-то Много прочности БК могут взрывать Наверное, даже с первого выстрела Всякие ПТ-шки Брони практически нету 25 миллиметров Будут карать фугасным снарядом Маскировка 25% В целом хорошая Обзор 370 метров Как-то, на самом деле, печально Как для ЛТ-шки Я думаю, ну, не меньше 390 должны были делать Но сделали именно столько Почему-то При этом непонятно Чем это Будет покрываться То есть, ладно Там пробитие Было бы нормальное Честно говоря Ну Честно Мне что-то этот танк Не очень Нравится Не очень Он меня впечатлил В общем, не знаю Еще один клон Создавать Еще и с такими ТТХ Ну, вы наверняка знаете Что черного бульдога Его не нерфили И если у вас есть Черный бульдог То он просто На голову Выше, чем вот этот танк Есть еще В общем-то Не знаю Обычный Бульдог Он, наверное Может быть По уровню Примерно как и этот Прем будет Ну В целом Конечно Ничего такого Выдающегося В этом танке Я не вижу Обычная ЛТ-шка В целом Наверное Хотя Ну, вот Обзор он все портит Ладно Тут как бы Понятно Должно быть Упор на подвижность Тут она в принципе Есть Есть хорошая маневренность Есть Стабилизация Есть Проходимость Но нифига нету Обзор Ну, неужели Я понимаю Ладно ВГ руководствуется тем Что ЛТ-шки не очень-то И должны много дамажить Но обзор-то где Кто обзор-то похитил Какие 370 метров обзора Вы что там Я не знаю Делаете-то Неужели Обзор-то Жалко поставить Нормальный обзор 390 Там хотя бы Ну, я думаю Минимум 390 А то и 400 обзора Было бы в самый раз Но 370 Это совсем Плоховато Вот такой вот танк Еще можно прочитать Его историю М41Д является Модернизацией Американского танка М41А3 Волкер Бульдог Проведенный В Китайской Республике Был Заменен Штатный Двигатель На Дизельный ДД-8В71Т Установлены Современные СУ Модернизированные Орудия М32К1 И бортовые Экраны Также стали Использоваться Новые боеприпасы Всего было Модернизировано Около 50 Машин Ну, вот такая вот История у этого танка А я перехожу К следующей Новости Тоже весьма Любопытной Если вы Хотели знать Когда же Все-таки Будет Ну Новый Режим Хэллоуин Отсылка в тизере На даты проведения Режима Хэллоуин 2018 На фото В ролике Идет привязка И показ К недельам проведения 42-45 недели Как раз Подходит 42-2 неделя Следующая неделя 15-22 октября Начало ивента Вторая половина Недели 41-45 неделя 5-11 ноября Кончание Итог Получается Около 20 дней Проведения Ну Вот такая вот Информация Если прям Ждете С нетерпением Новый режим То как раз Будете Примерно Знать Когда он Начнется А именно Если вы вдруг Не поняли 15-22 октября Начало И продлится Он 20 дней Скорее всего До 11 ноября Скорее всего Вот такая вот Инфа Для вас Ребята Еще одна халява О которой В общем-то Нельзя Ни в коем случае Не упомянуть Это халява Которые Меня часто Благодарят Ну конечно Не я ее Конкретно Устраиваю Ее устраивают Самолеты Но я просто Вас оповещаю И люди Я вижу Что говорят Что Миха Спасибо Я вот не знал Что можно Действительно Фармить Голду В самолетах Меня Также И некоторая Группа Людей Обвиняет Говорит Нафига Ты показываешь Какие акции Там в самолетах Как бы У нас Вроде игра Танки Ну твой канал По танкам Ты должен только Новости по танкам Делать Или какие-то Другие видео Связанные с танками Но тут Ребята Дело в том Что конечно Я не буду Разбирать Все новости Самолетов Но в данном Случае Халява Как бы Как для самолетов Так и для танков Потому что там Общая голда Общий премиум аккаунт И общий Свободный опыт И такая возможность Нафармить Голду Бывает на самом деле Не очень Ну часто Но она бывает То есть Время от времени Она появляется То есть Это не первая Такая возможность В самолетах Нафармить Голду Ну что-то Я немножечко Отошел от темы Ну собственно Вот сейчас уже Пошел второй этап Я уже говорил Про эту новость И вот второй этап Начался Собственно Он вчера начался В 11 11 октября В 18.00 До в общем-то 12 До сегодня То есть Ну я сегодня То есть у вас В этом видео Возможно будет 13 октября 13 октября Смотреть До 14 октября Продлится Второй этап Потом будет Третий этап С 18 октября До 19 октября Потом вторая фаза С 20 октября До 21 октября И последний Последний этап С 25 октября По 26 октября Фаза 2 С 27 октября По 28 октября Собственно Зачем это все знать Ну собственно Если вам нужна голда Если вы не любите Донатить Но готовы Скачать Самолеты То Это отличная Возможность Нафармить голду Сколько можно Нафармить голду Ну в неделю То есть за один этап Насколько я знаю Можно нафармить Тысячу голды А также Вроде как Подписчики говорили Что еще кейсы Какие-то там падают Внутриигровые Из которых Кстати тоже Может выпасть Некоторые вещи Которые полезны Не только для самолетов Но и для танков Там свободный опыт Премиум аккаунт Голда А так можно За один этап Фармить Тысячу голды То есть осталось Еще три этапа Это означает Что можно Ну примерно Приблизительно Три тысячи золота Еще нафармить Если играть Конечно же В эту игру Я понимаю Что не всем Это интересно Но тем не менее Халява Неплохая А дальше Уже сами думаете Подробно Я не буду Тут все объяснять Это нужно разбираться То есть заходить Играть Но смысл в том Что вы выполняете Несложный ЛБЗ Для этого Правда Потребуется Самолеты Там Ну от Четвертого По моему уровня Если не ошибаюсь Если что Поправьте В комментариях Те кто в самолеты Играет Ну Спасибо всем Что смотрели Данное видео Не забудьте Оценить его Пожалуйста Желаю вам Удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok